Фея в кельтском и германском фольклоре Мифологическое существо метафизической природы, обладающее необъяснимыми сверхъестественными способностями, ведущее скрытый образ жизни и при этом имеющее свойство вмешиваться в повседневную жизнь человека под видом добрых намерений, нередко причиняя вред. Образ феи как изысканно привлекательной, как правило, миниатюрной женщины сформировался в эпоху расцвета романтизма в западной литературе и получил свое развитие в викторианскую эпоху. В широком смысле под феями в западноевропейском фольклоре принято подразумевать все многообразие родственных мифологических существ, нередко кардинально отличающихся друг от друга и внешностью и повадками. Якобы дружелюбных и приносящих удачу, чаще лукавых и мстительных, склонных к злым шуткам и похищениям, прежде всего, младенцев. Изначально феи являлись неотъемлемой частью языческих верований у кельтов и германских народов. В мифологии этих народов феи представлялись крошечными людьми, которых очень сложно заметить из-за их небольших размеров. К тому же феи удачно прячутся от людей, и увидеть их можно разве только случайно. Стоит отметить, что сравнить феи с верованиями других народов, в том числе и мифологией славян, достаточно непросто, так как кельты и германцы подвергли древнее единое для всех поверье в помогающих и оберегающих духов серьезным изменениям. Пожалуй, больше нигде нет аналогичных представлений о крошечных существах размером с небольшое насекомое, которое при этом практически полностью похоже на людей. Схожие верования существовали разве только в Англии, где маленьких людей называли эльфами. Поверья в фей стали очень популярными в Европе, а затем и по всему миру, в эпоху расцвета романтизма. Это время, когда различные деятели искусств активно обращались к фольклору разных стран, открыло для мира одно из самых красивых поверьей. Особенно популярными тогда стали именно миниатюрные девушки-феи, которые буквально стали символами любви, озорства, а также безобидности данной когорты духов. В различных сказках и историях фей предстают перед нами не только в образах милых девушек размером с наперсток. Встречаются и персонажи, рост которых перевалил за два метра. Кто-то из них владеет волшебной палочкой, а у кого-то есть шапка-невидимка. Некоторые феи живут дружным коллективом на лесных опушках, поют песни и водят хороводы. Они порхают подобно бабочкам, легки и беззаботны, любят окружающую природу и ухаживают за ней. Не все феи обладали добротой и чувством юмора. Украсть или подменить младенца у них считалось удавшейся шуткой. Иногда, просто балуясь, они могли уничтожить урожай или поджечь дом. Если же были чем-то обижены, то шкодили хозяевам от души, пачкали белье, воровали вещи и еду, пугали скот. Но это не точно. Они очень любят музыку и танцы, и в свободное от работы время на лужайках и полянках устраивают балы. Феи трудолюбивы. Они не только ухаживают за цветами и другими растениями и животными, но еще считаются искусными ткачихами, ткуты изящные тонкие ткани, прозрачные и небывалой красоты. Изготавливают волшебные ковры, шапочки, плащи и накидки, прочные и обладающие свойствами становиться невидимыми. Питаются феи в основном нектаром и цветочной пыльцой, ягодами и сочными фруктами. Жажду утоляют росой, но иногда не прочь испить молока, воруя его у людей. Люди с осторожностью относились к феям. Считалось, что некоторые феи, появляясь на глаза человеку, предвещают скорую смерть. Не все феи дружелюбны по отношению к человеку. Некоторые могут приносить вред портить посевы, уничтожать урожай с помощью волшебства, могут похищать младенцев и заколдовывать людей, убивать скот. И не всегда прекрасная внешность феи соседствует с добротой. Фея может озлобиться и навредить человеку, отомстить ему, принести несчастье, если человек чем-то обидел фею, оскорбил. И если человек нарушил границы владений фей, вторгся на их территорию, помешал им веселиться, то феи непременно накажут и уничтожат этого человека. В фольклоре, связанном с феями, значительное место занимают истории с похищениями. В народе считалось, что эта опасная для человека привычка имела отношение к подчиненному положению фей, которые вынуждены платить дань дьяволу собственными детьми. Чтобы спасти последних, они и крадут человеческих, оставляя взамен подкидыши. Последние, как считалось, имели внешнее сходство с похищенными детьми, но были бледнее, болезненнее и раздраженнее. Иногда подкидыша удавалось обманам заставить признать свое происхождение. Но существовал и более жестокий метод – пытка огнем. Да, это жестко. Причем вера в ее действенность сохранялась в некоторых сельских районах Великобритании вплоть до середины 19 века. Опасности похищения подвергались и взрослые, особенно роженицы, у которых еще не был священник. Согласно распространенному убеждению, в плену у фей можно было оказаться и всего лишь отведав угощения феи. Относительно судьбы похищенных в сказаниях существуют разночтения. Согласно одному представлению, они в царстве феи живут счастливо, без болезней и страха смерти. Согласно другому – чахнут от тоски по родным и близким. Согласно другому – чахнут от тоски по родным и близким. Продолжение следует...